Барак Обама планирует расширить военную кампанию против ИГИЛ в Сирии и Ираке. Это сообщает газета New York Times. По сведениям источников издания в Пентагоне, администрация президента готовится направить еще больше бойцов спецподразделений в государство на Ближнем Востоке. Как отмечает газета, дополнительные инструкторы, число которых может достичь 200 человек, смогут обучать больше сирийско-арабских бойцов. Издание отмечает, что об окончательном решении могут объявить официально в ближайшие несколько дней. И сейчас на прямую связь с нашей студией по скайпу выходит военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, я вас приветствую. Но впечатление создается такое, добрый день еще раз, что США просто хотят, знаете, откусить такой кусок пирога под названием Виктория. Упустили они его в случае с Пальмирой. Теперь вот в Раке есть возможность отыграться. Так получается? Вы абсолютно правы. Мне эта ситуация напоминает время Великой Отечественной войны, скорее Второй мировой войны. Когда американцы открыли Второй фронт, чтобы не оказаться как бы у разбитого корыта, чтобы тоже прикоснуться к победе, которую без них уже мог осуществить Советский Союз и Красная Армия. Вот они сегодня повторяют этот же прием в Сирии. Раньше они не хотели с нами сотрудничать никак, потому что якобы Россия поставила не на того. А теперь они и сотрудничают с нами, и вот видите, пытаются расширить свое участие в сирийском конфликте, для того, чтобы весь мир считал теперь победителем не Россию, а Соединенные Штаты. А есть еще, Виктор Николаевич, аналогия, может быть, не настолько точная. Это уже первая мировая Болгария, которая вышла из Антанты, заключила мирное соглашение со странами Тройственного Союза. А потом уже, когда победа забрежала, снова вступила в Антанту, снова начала воевать. И в числе победителей взяла себе все свои преференции. Так ведь получается? Ну, это так. И вы вспомните Румынию во Второй мировой войне, которая тоже была на стороне фашистов. А потом король Михай даже получил орден победы. Ну, это... Я не хочу никого обижать, но это маленькие государства. А Соединенным Штатам вообще не пристало... Не пристало бы так поступать. Как себя вести. А вот как раз о больших Соединенных Штатах. Как раз о масштабах давайте поговорим. Речь идет о том, чтобы отправить в государство Ближнего Востока 200 инструкторов и вертолеты. Пока непонятно, о каком количестве именно техники идет речь. Но как вы думаете, 200 инструкторов это много или мало? Кого они смогут обучить? Насколько масштабно это будет группировка? Сможет ли она расклад сил поменять? Ну, и дело в том, что американцы направят инструкторов оппозиционным силам в Сирии, понимаете? Это может затянуть противостояние еще на очень долго. Ведь не случайно Барак Обама обратился к Владимиру Путину с просьбой, чтобы тот воздействовал на Ассады и прекратил штурм Алеппо. В Алеппо там находятся боевики в Капт-Ан-Нусре. И в то же время игиловцы находятся. И находятся оппозиционные силы к режиму Башара Ассада. И вот видите, такое двойное поведение. С одной стороны, американцы хотят помочь освободить Сирию от игиловцев и других террористов. А с другой стороны, они хотят, чтобы победа доставалась не Башару Ассаду, законному правительству, а оппозиционерам. Чтобы оппозиционеры потом диктовали свои условия законному правительству. Но вот такое поведение в Соединенных Штатах не способствует достижению победы над террористами. Потому что главная задача это ведь победить террористов. А уже после победы над террористами пусть сирийский народ решает политические проблемы. Кто будет возглавлять Сирию, кто будет управлять Сирией. И так далее. Но вот Соединенные Штаты, пользуясь тем, или разобиженные на то, что сирийские вооруженные силы при поддержке России одерживают одну победу за другой, зашевелились. С одной стороны, они хотят помогать Сирии освободиться от террористов. А с другой стороны, всячески мешают этому. Вот такая двойственная позиция Соединенных Штатов у нас на виду в Сирии. Ну а если коротко говоря, Виктор Николаевич, как в качестве резюме получается, что дело в том, что они не хотят не ставить своей задачи поддержку государственности. У них другая задача сохранения своего влияния в данном регионе. Ну а посмотрим, какое будет принято решение и, конечно, расскажем еще и обсудим. Спасибо большое. На прямой связи со студией по скайпу был военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктора Литовки.